От эффективного решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, создание действенных механизмов профилактики ДТП во многом зависит порядок на дорогах, а значит, жизнь и здоровье людей. Комиссия по безопасности дорожного движения Кашхабрского района проводится раз в квартал и включает в себя актуальные вопросы. Так, сегодня, 23 декабря, под руководством первого заместителя главы района Руслана Емыкова состоялось очередное заседание. Первым повесткой дня стоял вопрос о состоянии аварийности на дорогах регионального и муниципального значений принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. С подробной информацией выступил начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Кашхабрский Азамат Курашинов. С начала года на территории Кашхабрского района зарегистрировали 23 гражданских их шесть, при котором 7 человек погибло и 31 человек получили съестное повреждение. В прошлом году у нас было зафиксировано 18 гражданских происшествий, при котором 9 человек погибло и 22 получили съестное повреждение. В четырех ДТП в нынешнем году водители находились в состоянии опьянения. Сотрудниками отдела ГИБДД ежедневно проводятся мероприятия направлены на профилактику нарушения права дорожного движения как в ходе надзор за дорожным движением, так и по линии пропаганды безопасности дорожного движения. Хотя нами проводятся мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий в состоянии опьянения, это массовая проверка транспортных средств с участием сотрудников отдела батальона ДПС, но тем не менее у нас фиксируется ДТП с участием пьяных водителей. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжелых последствий нами проведена определенная работа. Это организовано и проведено информационно-методическое мероприятие по профилактике ДТП и снижению тяжести и последствий, таких было 42, из них по профилактике детского дорожно-транспортного атлетизма 15. 13 просветительных мероприятий были проведены в дошкольных образовательных организациях, 25 просветительных мероприятий по безопасности дорожного движения, общеобразовательных организаций. Проведено два просветительных мероприятия по БДД на предприятиях и в организациях, размещающихся на территории района, деятельность в связи с эксплуатацией транспортных средств. Проведено 4 проверки по фактам ДТП, в которых получили ранения или травмы дети. 40 материалов по безопасности дорожного движения размещены на районной газете, 6 материалов по БДД размещены на телевидении. Анализом аварийности установлено, что на территории Кашхабрского района выявлено один очаг аварийности, это 120-й километр, это дорога Майкор-Гиригинская, Псебаль-Деничукская, это перекресток Хутор-Казинок-Ужовский, где у нас в этом году на обоих перекрестках произошло 6 ДТП, где люди пострадали. В ходе повседневного контроля обследования на 100 километров выдачной дорожной сети подготовлено и выгодно все представления выявленных недостатков за повреждение дорог, составлено 7 административных протоколов. За отчетный период на обслуживании территории зарегистрировали два угона автотранспортных средств, оба автомобиля были найдены. Также за отчетный период 2022 года сотрудник Майкор ГИБДД, принадзор за дорожным движением, выгодно 323 административных правонарушений, 7 водителей в состоянии опьянения, по 284 материалам направлено на рассмотрение в мировом суде. На территории Кашхабовского района на сегодняшний день 214 граждан решены право управления транспортными средствами. С учетом сложившейся дорожной обстановки необходимо сконцентрировать усилия принадзор за дорожным движением. Это в целях контроля эксплуатационного состояния автодорог в зимний период сотрудники МИДД будут проводиться ежедневные проверки уличной дорожной сети. На дорогах республиканского значения непосредственно на участках примыкающих населенных пунктов особое внимание необходимо будет уделить выявлению водителей управляющих транспортных состояния пенений, нарушающих скоростной режим. Взять под особый контроль эксплуатацию школьных автобусов, освещающих перевозку детей. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с участием пешеходов совместно с органами местного совправления, а также владельцами автодорог необходимо принять меры по обустройке необходимых участков дорог и улиц искусственным освещением, средств пешеходных дорожек и тротуаров, оборудование пешеходных переходов дорожными знаками, разметками и ограждениями. По первому вопросу садокладчиком выступила начальник управления образования Сиат Берзегова. Она рассказала о проводимой работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях района. В образовательных учреждениях района ведется систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Уже стали традиционными родительские собрания с участием представителей общественности, правоохранительных органов, местного самоуправления, на которых рассматриваются темы безопасности детей, зимняя дорога и дети, а также собрания, проводимые в рамках акций, на которых рассматриваются вопросы с родителями и родителями о обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Придавая важные значения деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, здравоохранительные коллективы школ осуществляют работу в тесном контакте с инспекторами ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы изучения детьми, правил дорожного движения и их пропаганды. Обучающиеся среднего звена 5-6-7 классов являются членами отряда юных инспекторов движения. Работа отряда ют осуществляется в соответствии с планом работы и с планом мероприятий в рамках месячника по правилам дорожного движения. Были проведены традиционные встречи с инспектором ГИБДД нарушу отвечаний. Эти ребята принимают систематическое участие в конкурсах, соревнованиях муниципального республиканского уровня и в этом году отряд ют Кашкабрского района стал призером в республиканском конкурсе. Особое внимание было уделено вопросу состояния дорог, расположенных на территории Кашкабрского района и подготовке к эксплуатации автомобильных дорог в зимний период. По данной теме доложил генеральный директор акционерного общества Кашкабрский ДРСУ Пшимав Батышев. В соответствии с контрактом в целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в течение года выполняется следующее мероприятие, которое необходимо для данного вопроса. Выполнение ямочного ремонта, уборка различных предметов мусора по дорогам, выполнение работ по устройству выравнивающих слоев. В этом году выполнено более двух километров покосового нарастительности, содержание искусственных сооружений. На искусственных сооружениях выполнены работы по очистке полос безопасности издового полотна, издового полотна, издового рождения, в полном объеме. Также частично выполнены работы по противопаводкам мероприятиям, по разработке грунта, прошеях, очистке куветок. В соответствии с проектом организации дорожного движения, мы ежемесячно, ежедневно проводим замену дорожных знаков, щитков дорожных знаков и установку новых знаков. Это практически по всем участкам автомобильных дорог республиканского значения по Кашхабовскому району. Всего установлено и замену дорожных знаков 421. Также параллельно производится замена сигнальных столбиков. В этом году произведено более 800 штук. Для подготовки работы в зимний период эксплуатации автомобильных дорог акционерное общество Кашхабовское ДРСУ в первую очередь заключило договор с ООО «Руссоль» на закупку 430 тонн технической соли для приготовления пескоциальной смеси. Вся техника, которая необходима для работы в зимний период, на сегодня в Кашхабовском ДРСУ техника вся готова. На сегодня мы располагаем 19 единицами дорожной техники, это в том числе комбинированные дорожные машины с пескоразбрасывательным оборудованием и плужным отвалом в количестве 8 штук. Из них 3 единицы абсолютно новые, которые мы приобрели в этом году. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кашхабовском районе у нас было 3 участка. Это по автомобильной дороге Майкоп-Диагинская-Псибай-Земенчугская-Карачаевск протяженностью 2,45 км. Автомобильная дорога Северного обхода в Кашхабов протяженностью 2,1 км. И подъезд к Утру-Игнатьевск-Дюковская протяженность 1,8 км. Общая протяженность ремонтных работ в этом году была 6, почти 4 км. Все работы выполнены в полном объеме. Также в соответствии с заключенными муниципальными контрактами была произведена реконструкция автомобильной дороги в вауле Бечепсиму-Лисоболокова и подъезды дороги к школе Кавриняне-Гидроевск. Кроме этого, в селе Натырбова в соответствии с заключенным государственным контрактом были выполнены работы по устройству тротуара по тяжеленности 2 км. На заседании также выступили главы Егерухайского Натырбовского сельских поселений и заместитель главы Игнатьевского поселения, которые, в свою очередь, доложили о проводимой работе с населением о недопущении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения с лицами, лишенными права управления. По итогам заседания были даны протокольные поручения.